всем привет сегодня будет серьезное видео и ну просто собралась информация несколько человек уже мне писали об этом и делаю видео я уже делал об этом видео ну там рыться замаешься это у меня девчонки спрашивают совет что живут с мужьями дети есть и как уйти от мужа как уйти вот проблема огромная и это конечно это очень серьезный шаг наисерьезнейший и я вам опять скажу только свою точку зрения свой личный опыт а там уже вы сами думаете я вам не буду говорить как все остальные подруги когда ты хочешь уйти приходишь к подруге и начинаешь советоваться да слушай он такой козел он в общем я не могу больше с ним жить и подруга вам горит так конечно уходи уходи он еще будет жалеть сто раз чё ты маешься другого себе найдешь и подруги вот такие они очень классно помогают когда их это не касается но как только это коснется этой подруги у нее станет вопрос уходить от мужа или нет она сразу же в кусты у нее тут же поменяется взгляд на эти вещи и она просто засыт это делать потому что материально завязана дети завязаны угрозы это не так просто сделать и вот когда женщина разводится или собирается разводиться то вокруг нее откуда-то очень много становится вот таких вот подруг людей которые начинают советовать и спасать ее тем самым тем самыми и утопляя и потом когда уже складывается ситуация что женщина сделала этот шаг все раз в кусты никто ведь не позовет ее жить у себя 23 года пока она на ноги станет кто-то будет эти же друзья подруги обеспечивать эту женщину которую они спровоцировали уйти что все будет зашибись все будут потом сидеть и вот с таким вот лицом слушать как это бедная женщина страдает опять же так вот если вы собрались уходить от мужа но запомните одну вещь приготовьтесь приготовьтесь к войне или к нищете или приготовьтесь к нищете и к войне это будет стопудово это будет 150 процентов никакой муж никакой мужчина после развода после того что вы захотите от него уходить не скажет вам да дорогая конечно давай разведемся я буду тебя материально поддерживать оставлю тебе квартиру и я буду так счастлив что ты найдешь себе кого-то это же предполагается что мужчина живет его все устраивает это вас не устраивает что-то и вы хотите уйти поэтому прежде чем делать этот шаг вы хотя бы какой-то фундамент себе создайте и самое главное вы морально настройтесь что вам будет тяжелее сто раз когда вы это сделаете и это будет период продолжаться не месяц и не два это затянется у вас на года и если вы побежите в суды все это там отсуживать с детьми решать про эти все кто у кого останутся там дети элементы и прочее прочее приготовьтесь что вы потратите все деньги которые вы там сумели накопить приготовьтесь что вы будете по этим судам ходить день и ночь к адвокатам и все это решать и вот опять же мой опыт что вот в таких случаях чтобы вот этого всего избежать как правило женщины которые потом встают на ноги уже и идут дальше это те женщины которые не стали с этим совсем связываться они все оставили мужику забрали детей и начали восставать из пепла но зато у них появилась вот эта свобода которую они хотели получить и которую вы не получите если вы будете по судам бегать и что-то от этого мужика своего бывшего мужа выкраивать там эти деньги квартиры я не знаю что там еще часы проведения чтобы он проводил с вашими детьми время это считайте у вас никакой не будет личной жизни и никакой новой жизни у вас не будет у вас будет ад в жизни и поэтому если вы все оставляете уходите конечно же здесь нужна поддержка и без поддержки это очень тяжело сделать поддержка это как всегда или мама или бабушка ну или родители и вот когда вы вот так уходите и начинаете восставать из пепла по крайней мере у вас будет ваша личная жизнь и вы можете начинать все сначала пусть там ваш муж сидит со всеми этими богатствами с элементами со всем прочим хотя бы отстанет от вас и я всегда говорю что так когда вы начинаете отношения не пускайте себе мужиков в дом вы потом его не выгоните сами вы хотя бы сможете уйти а мужика вы выгнать не сможете это страшно вот и естественно когда вы будете восставать из пепла то вот у вас начнется нищета у вас не будет войны может быть но у вас будет нищета и опять же я вам сейчас скажу что то что каждый мужик которого бросили он будет вам гадить потому что здесь задето мужское самолюбие и я не знаю ни одного мужика который бы не гадил еще после этого всего этот мужчина захочет вас вообще всего лишить вообще и он будет мечтать о том чтобы вы приползли к нему на животе с протянутой рукой и просили пощады чтобы он вас принял обратно это будет мечта вашего мужчины которого вы оставили и он будет предпринимать все чтобы это осуществилось и чем меньше у вас будет контактов с ним тем быстрее это все завершится потому что без второй стороны войны никогда не будет вот если он будет на вас нападать 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 а вы будете ну не отвечать ему так скажем игнорировать то ему не с кем будет воевать поймите это а как только вы будете ему отвечать он один иск вы ему второй иск он вам пятый иск вы ему десятый все это будет война у вас на пол жизни и поэтому тут опять же ваше право ваш выбор как вы хотите в дальнейшем построить свою жизнь все оставить уехать к чертовой матери уйти и и начинать все с начала жизни с нуля и я как говорила что вот в этих ситуациях очень часто поддержка она вам будет не та которая вам нужна поддержка будет такая да ты чё ты у него это забирай это забирай иди в суд а чё это ты ему квартиру оставь а чё это ты на алименты на него не подаёшь и вот эти провокаторы разжигатели войны вокруг вас они будут просто кишить вам своими советами и я уже сколько раз видела такие ситуации когда вот эти вот подруги на это на всё провоцируют и как только у них такая ситуация складывается почему-то они никогда не бегут в суд они никогда не начинают войну со своим этим супругом они совершенно по-другому начинают действовать но самое главное что все кто хотел уйти вот так же у кого-то там алкаш у кого-то там старые у кого-то там денег нифига не зарабатывает в квартире они вообще живут и уходят в никуда вот этот порыв был всё я ухожу я ухожу она уходит а потом раз и понимает что а денег то нету а работать да она не привыкла а детишек кто-то уже кормил хоть там муж и был уже не молодой такой но он содержал и поэтому для того чтобы содержать своих детей ты должна пахать как папа Карла а пахать то уже не охота у другой там алкоголик допустим ну так и образно я как бы всякие ситуации тоже вроде бы и в квартире жили у него и денег давал а раз сама то съехала надо и за квартиру съемную платить и денежек опять зарабатывать и уже уровень то другой конечно и опять там возвращаешься ну третий муж алкоголик ну хотя бы в квартире в своей жила а где ж я сейчас себе квартиру так куплю вот и вот эта вот женщина приходит обратно вот это и есть тот случай когда она приползла на брюхе с протянутой рукой прости меня я больше так не буду делать и вот здесь мужское самолюбие оно просто пышет и это будет еще хуже потому что вы показали что вы только это можете говорить на словах на деле вы такая же и осталась ничего вы не сделаете и будете терпеть его еще в сто раз хуже и к сожалению таких случаев большинство сейчас конечно вы мне начнете писать что да нет все мужики они такие хорошие мне все оставил ушел еще и денег на детей дает может быть может быть я знаю таких одного но это такой очень мужчина совершенно бесхарактерный абсолютно бесхарактерный и им вот так вот крутили крутили потом в итоге бросили и он готов и ноги целовать и приходить и спонсировать дальше ну вот видите вот такие вот тюхти тоже не нужны женщинам понимаете которые вот так вот на брюхе перед тобой ползают и ты что хочешь что и делаешь хочешь изменяешь да я тебя прощу хочешь унижаешь его перед другими ой ему все пофиг вам самой такой мужик не нужен вот и поэтому если вы это конечно соберете сделать это не делается с бухты барахты договориться вам удастся с мужчиной это вообще это шикарно я такого не знаю еще раз повторюсь я знаю и сами мы все это переживали это война и нищета все вместе взятое мы сами все это проходили мы прекрасно знаем что у нас мы выбирали нищету да это было очень тяжело очень тяжело но получали и войну и нищету и все на свете и конечно же вот представляете если вы уходите от мужчины еще с детьми это вообще это очень тяжело мужчине пережить потому что здесь задето мужское самолюбие это же как будут о нем говорить все вокруг его это еще будет очень волновать все же будут говорить ой да у него ведь наверное проблемы с импотенцией что ж она от него ушла то вроде бы там и деньги есть и все а да вот у него такая проблема а вы знаете самое страшное это как вы можете мужчину вообще разрушить просто это взять и распространить допустим такую вещь я от него ушла потому что у него пять сантиметров сантиметров и все и если вы вот такую вот упускаете про мужчину или там а у него проблемы нет он вообще ничего не может это если даже вы отомстить хотите вот именно разрушить мужчину то это даже может быть и неправда у него может быть двадцать пять сантиметров но никто ж не знает а как ему доказывать то это ему показывать всем ходить что ли как и поэтому для мужчины это вообще-то просто катастрофа если вот такое делает женщина она его перед всеми просто в пепел превратит и ему никак не доказать обратно это если даже у него все там в порядке но раз такое сказанули а никак это уже подтвердить мужчине доказать он это не сможет как и поэтому дорогие девушки женщины не играйтесь вообще такими вещами не надо никаких мужчин унижать не надо там говорить о них всякие знаете такие вещи как неудачники вот особенно в сексуальном плане это очень тяжело мужчинам все переживать поэтому следите за языком старайтесь переговорить но это вряд ли поможет если даже вы переговорите это хватит ненадолго потому что мужчине как бы в принципе с вами нормально живось это ваше решение уже а бегать туда-сюда пугать ой я пошла разведусь сама прибежала через три месяца опять как побитая и конечно же уже или живите или как бы делайте такой шаг мне кажется это смешно приходить уходить как бы зачем было уходить если ты снова пришла все равно у вас это в голове всегда вы уходите потому что вас что-то не устраивает и это у вас всегда будет сидеть в голове вы всегда будете потом хотеть уйти от этого мужчины вы просто будете ждать момент когда это можно будет сделать потому что вы к нему вернетесь не потому что вы его полюбили потому что у вас или проблема материальная это девяносто девять процентов вам жить негде вот только вот эти две причины а не потому что вы на него другими глазами посмотрели просто вы не справились с этой ситуацией вы не смогли выжить сама поэтому вы и вернулись и у вас вот это все останется как ваша мечта в жизни начать другую жизнь и вы будете всегда с этим и вы всегда будете с этим жить это у вас будет забранная мечта как это говорят и от этого вы будете потом страдать и думать что ваша жизнь протекает не так как вы бы хотели и это появятся у вас болячки всякие нервные состояния и вот это у вас будет преследовать вас как ваша забранная мечта о более счастливой жизни а получается видите все от вас зависит это вам самой нужно поменяться по другому на все посмотреть что кроме вас это никто не сделает и самое глупое будет это если вы будете думать о том что ой я думаю что он нас не бросит в трудную минуту и будет нас спонсировать и поддерживать и как бы это рассчитывать на мужа от которого вы хотите уйти это может быть и будет через много-много лет но не сразу сразу вам только на себя рассчитывать там на родителей на родных вот людей которые вам хотя бы помогут вот в первое время это пережить чтобы вы сами встали на ноги вам все равно придется именно самой со всем этим справляться помощи вы не дождетесь ни для детей ни для вас там будет только месть обида и униженный мужчина и там все равно